всем привет посылка китай aliexpress вот кто-то сел на нее по пути следования долго шла долговато связи наверно там с этими китайскими какими-то праздниками которые любят китайцы праздновать по неделе так камера видеонаблюдения показываю вам бюджетный вариант камеры 2 мегапикселя вайфай под записью на карту памяти то есть это тот вариант это тот вариант камеры ну о котором многие спрашивают многие спрашивают надо камеру чтобы все делала сама без видеорегистратора чтоб сама писала чтоб можно было смотреть картинку удаленно со смартфона чтоб можно было смотреть картинку на компьютере бюджетный вариант потому что за 2 мегапикселя я отдал блин это капец какой-то и коробка же такая вот серьезная жесткая за 2 мегапикселя я отдал примерно около 30 долларов ссылочку оставляю переходите есть вариант покупки 1 мегапиксельной камеры данной 1 3 мегапикселя понятно они дешевле но как я вам советовал если брать ну смотря опять же за какой территорией вы хотите наблюдать чем больше территория тем выше разрешение требуется если вы где-то хотите в подъезде и и поставить наблюдать за лестничной площадкой то можно и взять и 1 мегапиксельную если с балкона вести наблюдение за автомобилем этажа так это x5 то конечно желательно 2 мегапикселя так камера с прошивкой под приложение юси популярное стало приложение показывал я прошлый раз вам камеру из камовскую домашнюю поворотную тоже под приложение юси то есть две камеры уже есть у меня и такие и будут они работать на одном приложении классический вот корпус тут ничего такого нету как я вам говорил камера бюджетная поэтому вот такой пластиковый корпус ну много сейчас таких камер идут пользуются ими люди в белом цвете данный вариант нашел в черном в белом не было если было было в белом взял бы в белом связи с чем связи с тем что летом на солнце меньше будет нагреваться корпус соответственно и внутренности процессор и все остальное слот под карту памяти по идее должен быть внутри но перед тем как разобрать камеру не мешало бы ее конечно сразу проверить но раз уже начал то буду разбирать вот слот под карту памяти есть так тут чего-то такая сопля висит из клея что у нас там вай фай антенна сам сама резьбовая часть немного вращается тут нужно придержать короче камера бюджетная немного доработок может быть и потребуется в одном из прошлых видео показывал я вам более дорогую 4 мегапиксельную камеру но там и поддержка уже аудио идет здесь микрофона нету насколько я понял понял вот в общем то и все внутренности хорошо слот начали устанавливать внутри камеры потому как раньше я удивлялся такие камеры только когда пошли слот под карту памяти был у нее сзади то есть я не понимал как эта камера может работать на улице в дождь просто через слот карту зальет и все вот в данном случае уже начали устанавливать внутри но и недолго это все дело вот как видите разбирается и собирается закручивается готова в общем то с карты памяти можно информацию просматривать не вынимая искры из камеры так немного подрезал вот эту соплю изоляцию видно которая за из за изолировали разъем вай фай антенны вот на вай фай модуле подкрутил штекер вот вай фай антенны давайте карту ставлю на 32 гига значит поддержка карт идет до 64 гигабайт по информации данной по времени записи значит 8 гиговая карта пишет 4 гиговая два дня 8 гиговая там что-то до 5 дней на 32 на 64 пишет около 20 дней это в среднем 32 где-то около недели так ну и все собираем при разборке сборки смотрите нюанс фотоэлемент отвечающий за ночную подсветку из-за переключения фильтра должен быть ну вот внизу стекло внутри стекло желательно тоже при разборке если вы его оставили следы на нем от пальцев желательно протирать и в общем то все проворачиваете козырек до нужного положения чтоб стоял вверху фотоэлемент стоит внизу камера собрана но еще один нюанс камера идет без блока питания данный комплект поэтому учтите что вам нужно будет у того же продавца вы можете заказать блок питания 12 вольт можно двух амперный запасом ну 1 амперного в общем-то хватит с головой поэтому блок питания 12 вольт подключаем все 220 и подключаем в разъем камеры соответствующий есть берем интернет кабель rj45 разъем подключаем одним концом в камеру другим в ваш домашний роутер включаем в сеть камера должна щелкнуть какое-то время и потребуется для загрузки вот устанавливаем приложение юси у меня она уже установлена в play маркете вводите юси вам сразу выдаст вот с таким вот с такой вот иконкой открываем приложение и скам камера у меня уже есть в списке устройств жму плюс добавить устройство в общем-то все русифицировано и все понятно добавить новое устройство проводное подключение следующий шаг и в списке устройств появляется вот новое устройство с присвоенным айпи адресом нажимаем плюс видите пароль устройства назовите устройство называем это все можно поменять пароль пустой а здесь требует ввести свой пароль ну введем пока обычный пароль пишет слабый опять же вот именно тот нюанс где кнопка сохранить смазана вводим пароль и нажимаем сохранить пароль 123 заводской поздравляем вы можете добавление завершено можете настраивать так и вот наша камера не в сети сейчас она прогрузится ребята она еще и со звуком так картинка пока звук выключим чтобы не фонил можно поставить в более лучшем качестве сейчас стоит среднем качестве в hd качестве можно поставить ну вот нормально отлично хорошая четкая картинка с камеры так немного и перепутал встроенного микрофона в данной камере нету просто приложение эту функцию поддерживает поэтому как бы такой вот фон идет но так как микрофона нету ничего не слышно просто когда будете включать нужно отключать вот микрофон или же можно в настройках зайти отключить кажется там полностью звук значит опять же пока вы показываем по прошлой камере приложение отличное все можно вот делать приложение тут на месте сделать скриншот включить запись вот то есть просматривать отлично сразу скажу по камере реальных 2 мегапикселя есть картинка отличная четкая ну все в общем то видно своими глазами классно так значит настройки заходим что интересует настройки записи с д карта видна камера из д карту определила емкость карты определила свободную память запись можно вести вручную можно поставить запись по тревоге настроить все это или запись по расписанию расписание вот выставить форматировать карту карта отформатируется и будет вестись на нее запись с камеры вот sd карта отформатирована и ее свободная память совпадает теперь с емкостью значит остальные все настройки вот изображение звук можно громкость убрать детекцию движения включить будет эти запись по движению на карту настройки сети можно подключить камеру по вайфаю и вроде бы здесь такой вариант когда пропадает например кабель то камера автоматически переходит на вайфай ну и много еще функций настройка времени всего остального то есть все основное именно как я по моему мнению ничего лишнего нету в этом приложении все удобно основное все для обычного пользователя есть опять же камере к приложению можно вот подвязывать несколько устройств как видите уже у меня сейчас две здесь камеры просматривать различные сообщения снимки вот с камеры я делал тут же сохраняются ну и что немаловажно давайте посмотрим ночную картинку с камеры так освещение хватает сейчас еще одну выключаю лампу еще хватает вот камера перешла в черно-белый режим ну и отличная отличная ночная картинка в полной темноте я думаю метров на 15 и к светодиоды бьют и в общем то в пределах 15 метров картинка будет ночная отличная при включении света камера переходит цветное изображение цветная картинка информацию с камеры скачиваем на сайт на сайте юси кажется ком приложение cms клиент их приложение открываем его и видим уже наш девайс добавилась камера автоматически два раза кликаем по ней и видим изображение с нашей камеры опять же всевозможные настройки скриншоты записи управлять камерой все в общем то в этом приложении имеется можно картинку открыть на весь экран сделать 4 камеры как функция видеорегистратора сделать вот так во весь во весь экран картинку то уже как вы тут захотите тоже ничего лишнего в этом приложении как видите нету все для обычного пользователя все удобно и понятно также камера по протоколу он лиф свободно привязывается как многим видеорегистратором свободное окно работает поиск и вот наша камера готова применить выход и вот картинка с нашей камеры классная отличная картинка четко отлично камера показывает и дневная и ночная картинка на высоте давайте посмотрим реальную информацию по этой камере так 12 канал и вот разрешение 1800 пи то есть full hd число кадров 30 можно смело уменьшать то есть камера соответствует заявленным параметрам ну и как по мне вполне отличный бюджетный вариант камеры видеонаблюдения с хорошим приложением на смартфоне с удаленным доступом к камере с хорошим приложением на компьютере софтом также с компьютера можно просматривать информацию с камеры из любой точки мира где имеется интернет также можно просматривать и со смартфона удаленно значит еще раз это та камера ну которая как бы универсальна универсальна тем что хранить записывает всю информацию на карту памяти хранится можно с карты памяти просмотреть информацию прямо с приложения на телефоне и также можно вытащить попросту карту памяти и использовать ее в другом месте удобно что имеется вай фай модуль в камере у кого рядом розетка а роутер от роутера не хочется тянуть кабель с данными поэтому может камера работать по вай фаю а на сегодня все ссылку на камеру оставляю оставляю в описании к видео ссылку на кэшбэк приобретайте все товары на алиэкспрессе и других магазинах с кэшбэком и будет вам еще дешевле покупаете что-то в интернете и думаете как сэкономить начни возвращать часть денег с покупок в онлайне зарегистрируйся в кэшбэк сервисе EPN пользоваться сервисом очень просто достаточно выбрать нужный магазин на сайте EPN.bz и совершать покупки как обычно кэшбэк будет начислен автоматически вывести кэшбэк можно сразу после получения товара выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссий в рублях и долларах регистрируйся в кэшбэк сервисе EPN и будь счастлив а на сегодня все всем удачи и до следующих видео и до следующих видео и до следующих видео